Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео мы поговорим про самооценку. Что это такое? Как повысить самооценку и поднять уверенность в себе? С чего начать, чтобы полюбить себя и стать более уверенным человеком? Мы затронем эту тему, потому что неуверенность в себе или наоборот завышенная самооценка может мешать нормальной жизни. Итак, поехали! Что такое самооценка и как она влияет на нашу жизнь? Самооценка – это представление человека о важности своей личности по отношению к другим людям и оценка собственных качеств, достоинств и недостатков. Самооценка чрезвычайно важна для полноценного функционирования личности в социуме и достижения различных жизненных целей – успеха, самореализации, семейного счастья, духовного и материального благополучия. Для достижения успеха в любой области своей деятельности человеку необходимо быть уверенным в себе и уметь убеждать в своей правоте других. Люди с пониженной самооценкой не могут быть счастливы по определению. Все их существование состоит из сомнений, разочарований и самокопания. Между тем, яркая, насыщенная событиями жизнь проходит мимо, доставаясь тем, кто не сомневается в собственной правоте и уверенно шагает к своей цели. Человек с низкой самооценкой считает себя недостойным счастья, поэтому подсознательно уступает во всем другим. Чтобы изменить ситуацию в свою пользу, нужно измениться самому. Другого пути не существует. Каковы причины низкой самооценки? Факторов, которые непосредственно или косвенно влияют на наше отношение к самим себе, великое множество. И это генетические особенности, и внешние данные, и социальный статус, и семейное положение. Далее мы перечислим 5 наиболее распространенных причин низкой самооценки. Причина первая – неправильное воспитание в семье. Второе – частые неудачи в детстве. Причина третья – отсутствие ясных целей в жизни. Причина четвертая – нездоровое социальное окружение. Пятая причина – дефекты внешности и здоровья. Почему важно полюбить себя и что будет, если этого не сделать? Повысить самооценку – значит полюбить себя. Принять себя таким, какой вы есть со всеми недостатками и изъянами. Минусы есть у всех. Уверенный в себе человек тем и отличается от вечно сомневающегося и неуверенного, что видит в себе не только недостатки, но и достоинства, и при этом умеет выгодно преподнести себя окружающим. Если вы не любите себя, как другие смогут полюбить вас? Если вы сомневаете в себе и обвиняете себя за любую мелочь, вы автоматически программируете на дальнейшие неудачи и делаете все более трудным процесс принятия решений. Научитесь хвалить себя, прощать себя и любить себя. Вы увидите, как изменится к вам отношение окружающих. Как повысить самооценку и уверенность в себе? Семь мощных способов. Способов заставить себя поверить в собственные силы множество, но мы рассмотрим 7 наиболее надежных и эффективных вариантов. Способ 1. Отказ от чрезмерной самокритики. Прекратив заниматься самобичеванием, порицать себя и поедать за ошибки, недостатки внешности и неудачи в личной жизни, вы добьете сразу нескольких целей. В конце концов, любые неудачи, разочарования и ошибки можно обратить в свою пользу, используя в качестве жизненного опыта. Способ 2. Смена окружения и общения с успешными людьми. Поскольку человек – это существо социальное, он полностью зависит от своего окружения. Как поверить в себя и повысить самооценку с помощью других людей? Очень просто нужно сменить свое окружение. Способ 3. Занятие спортом и ведение здорового образа жизни. В ходе проведенных европейскими учеными экспериментов установлено, что один из самых простых и эффективных способов повысить самооценку – это заняться спортом, физкультурой или деятельностью, направленной на улучшение здоровья и самочувствия. Здоровое тело – это вместилище здорового духа и правильных мыслей. И наоборот, человеку тяжелому на подъем с нетренированным телом трудно принимать решения и действовать самостоятельно. Способ 4. Посещение мероприятий, тренингов, семинаров. В любом городе проводятся мероприятия, тренинги или семинары, на которых специалисты обучают всех желающих уверенности себе и повышению самооценки. Эксперты по прикладной психологии за несколько месяцев смогут из робкого, нерешительного индивида сделать волевого, довольного собой и целеустремленного человека. Главное – иметь первоначальный импульс и желание к изменениям. Способ 5. Выход из зоны комфорта, то есть совершение непривычных действий. Стремление человека уйти от проблем в зону личного комфорта вполне понятно. Гораздо легче в сложных ситуациях утешать себя сладостями, алкоголем, смакованием собственного бессилия. Намного труднее принять вызов к лицу и совершить нечто, что нам не свойственно. Поначалу может показаться, что за пределами зоны комфорта – враждебный и неприветливый мир. Но затем придет понимание, что настоящая жизнь, полная красоты, приключений и положительных эмоций находятся именно там, где вы еще не были. Способ 6. Прослушивание аффирмаций. Аффирмации – это один из самых эффективных способов перепрограммировать собственное сознание. В психологии под аффирмациями понимают краткие вербальные формулы, которые при многократном повторении создают под сознание человека положительную установку. В дальнейшем данная установка способствует изменению черт характера и личности в сторону улучшения. Типичные примеры аффирмации для повышения самооценки. Я хозяин своей жизни. Я могу обладать всем, что пожелаю. Я верю в себя, поэтому все приходит ко мне свободно и без усилий. Данные лингвистические формулы можно повторять самостоятельно или прослушивать в квэри. Главный в данной практике – регулярность. Способ 7. Введение дневника успехов и достижений. Поднять самооценку подросткам, мужчинам и женщинам поможет дневник собственных побед и достижений. Заведите такой дневник прямо сейчас и заносите туда все, чего вам удалось добиться за день, или неделю, или месяц. Дневник успеха – это мощнейший стимулирующий инструмент, который заставит вас поверить в себя и позволит многократно повысить собственную эффективность. Как найти себя и научиться управлять своей самооценкой? Теперь рассмотрим 5 коротких советов для управления самооценкой. Первое. Перестаньте сравнивать себя с другими. Второе. Прекратите ругать и критиковать себя. Третье. Общайтесь с позитивными людьми. Четвертое. Занимайтесь тем, что вам нравится. И пятое. Действуйте, а не раздумывайте о действии. Помните, что вы уникальная личность с огромным потенциалом и неограниченными возможностями. Повышение самооценки – это один из способов раскрыть ваши способности в полной мере. На этом у нас все. Мы рассказали о том, как полюбить себя и повысить самооценку, почему так важно быть уверенным в себе человеком, а также каким образом влияет самооценка на нашу жизнь. Если у вас есть замечания или дополнения по данной теме, то пишите их в комментариях ниже. Также вы всегда сможете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!